Всем привет! Сегодня видео посвящается моим подписчикам, счастливым победителям дорогих лотов, которые разыграли на 23 февраля и на 8 марта. Лоты очень дорогие и мог принять участие любой, зашедший на мой стрим. Совершенно бесплатно. Лоты поистину очень дорогие. И посмотрим на реакцию наших победителей. Если вы хотите принять участие в розыгрыше и пощекотать себе нервы, заходите на мои стримы, подписывайтесь на мой канал. У нас много чего интересного. А сейчас приятного вам просмотра. Всем ребят привет! Ну что, здравствуйте все мои друзья, подписчики и наши случайно заходшие люди со стороны. Сегодня нестандартно. Сегодня у нас воскресенье и в этот день мы как бы отдыхаем или копаем. Но так случилась обстановка, что именно перенес я розыгрыш пятничный на воскресенье. В связи с тем, что изъявили желание вы сами, чтобы сделать небольшое разнообразие и кого-то осчастливить на 23 февраля. 23 февраля наступило и это именно сегодня. И сегодня мы будем выбирать одного из счастливчиков, кому же фортальной. Сегодня мы будем разыгрывать очень шикарный лот тем, что он предоставлен одним из моих подписчиков. Это Анатолий Ганенко. На прошлом стриме мы с ним общались в прямом эфире. Всем он понравился. В общем, хороший такой комрад. Причем он предоставил один из таких богатых лотов тем, что монеты, которые выставил он на розыгрыш, очень-очень хорошего сохрана. Причем не только очень хороший сохран, но они еще и очень дорогие. На интернетах просторы вы их найти, конечно же, можете. Вот. Он мне тоже прислал эти же монетки. Вот они, монетки эти. Это чешуя, это деньга псковская, деньга новгородская и деньга московская. Причем монеты начало именно этих княжеств. Да-да, ребята. Именно период датировки этих монет 1400-е года. И это именно образование Псковщины, Новгородщины, а также и Московского княжества. И они очень, ребята, редкие. Но сохран просто огонь. Просто огонь. Мы с вами смотрели на прошлом стриме. Вот. Мы еще их посмотрим. Я в подтверждение своих слов сделал кое-какие зарисовки из интернета. И вам хочу показать, что, например, деньга псковская в среднем стоит, например, от 13 до 15 тысяч за одну монету. Деньга новгородская, она немножко подешевле, но факт в том, что она тоже дорогая. Московская встречается почаще, но и она тоже хороших денег стоит. И примерно я сложил соотношение всех цен этого лота. И примерно тоже хорошая цена выставила. 25, 30, 35 тысяч такой лот стоит. Всего 4 монетки, ребята. Но факт в том, что эти монеты, если кто-то среди вас выиграет, заберет с целью, например, перепродать, их будет очень-очень трудно, сложно найти покупателя на эти монеты. Но коллекция будет очень богата и, я думаю, у любого нумизмата, у каждого кладоискателя в коллекции оно займет почетное место. Так что пожелаю удачи именно всем сегодня на розыгрыше. Ну и все по порядку. Я вам их потихонечку буду показывать. Как они выглядят, я тоже буду прикреплять на видео именно здесь, на стриме. Также я вам цены ознакомлю, потому что искать в интернете их не так уж легко, но возможно. Можете сами сойти в интернет и погуглить деньга псковская, деньга новгородская, деньга московская. Можете цены посмотреть. Например, сейчас я поближе к камере поднесу. Не знаю, насколько будет хорошо видно. Сохран монет просто шедевральный. Просто огонь, ребята. Монеты просто шикарные. Почему монеты такого хорошего сохрана? Потому что в обращении они были мало, потому что это монеты кладовые. Камрад нашел порядка 700 штук этих монет. Часть он, конечно, раздал. Но кое-какие фрагменты хорошего сохрана у него остались. И он мне лично подарил их. И сегодня мы разыграем еще один комплект. Такой же. Один в один. И там, уверяю, у вас тоже сохран просто сногсшибательный. Ну а сейчас давайте я зайду в чат, с вами познакомлюсь. Возможно, кто-то впервые пришел к нам на стрим. Возможно, кто-то захочет передать приветики. Вот. Также у нас работают, ребята, донаты по розыгрышу лот Кот в мешке. Прошлый лот у нас забрал Анатолий Ганенко. Именно вы его видите. Это кучка царских монет, советские монеты. Также три серебрушки он забрал РСФСР. Порядка 50 монет он забрал. Ну и, конечно же, каждому победителю лота, конечно, наклеечку, которую он уже наклеил на свой купомобиль. Также впервые я представляю лот. Это панно древних наконечников 8-10 век. Сразу три панно уйдут в чьи-то руки. Наступило время, мне уже говорят, не терпится людям узнать счастливчика-обладателя. Для этого мне нужно зайти, конечно же, конечно же, в интернет. Набираю рандомайзер. Рандомайзер случайных чисел. Открываю первый. Вот он. Давайте я для начала, ребята, для начала его разогрею. Понажимаю по несколько раз. Понажимаю по несколько раз. Все. А, надо... И 54 человека, да? 54. Ок. И разогрею еще раз. Разогрею, ребята. Я просто разыгрываю, что это не победитель. И вот сейчас, давайте, на счет раз, два, три, я нажимаю вот на эту кнопочку сгенерировать. И сейчас цифра на ваших экранах, какая выскочит, тот и будет победителем очень дорогого лота образования Киевской Руси. Очень шикарного сохрана стоимостью примерно ориентировочно 25 тысяч рублей. И кто-то заберет ее совершенно бесплатно. Нажимаю. Раз, два, три. Цифра девять. Ребята, цифра девять. Мои поздравления. Я человека уже этого вижу. Да ладно, вы серьезно? Я офигеваю, а. Я вообще в шоке. Вот человеку вообще огонь повезло. Цифра девять, ребята. Если честно, я очень удивлен, очень шокирован этим выбором рандомайзера. Вы хотите узнать, ребята? Я сейчас возьму маркер. Я сейчас возьму, ребята, маркер и подчеркну этого человека. Цифра девять. Причем, ребята, всех, кого я ставил в этом списке, я их ставил именно в таком порядке, которые были поданы по заявкам. То есть я не просто с бухты барахты присваивал номер, а именно по мере их участия. И вы знаете, кто, ребята? Номер девять. Об этом еще никто не знает. И я хочу посмотреть, что же пишут в чате. Так, понеслась. По-любому не выиграл. Не надо, у меня пятьдесят один. Так, Эмилий Рафиков, да. Ну, кто? Ну, 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 это я. Так, Дмитрий тридцать три. Так, ребят, я подчеркнул желтым цветом и преподношу человека, который заберет. Та-дам! Читаем все дружно. Цифра девять. Вадим Михайлов. Все видят это? Вот он, этот человек. Офигеть, вот он. Цифра девять. Ребят, я в шоке. Я в шоке. Вы в шоке, ребят? Нет? Я в шоке. Этот человек неоднократно у меня забирал призы. Неоднократно забирал у меня лоты. И Вадим Михайлов в очередной раз подвердил самого счастливчика, который человек у нас забирает очень часто различного рода призы и подарки. Так что это у нас девятый номер. Вадим Михайлов. Если он сейчас смотрит нас, все дружно. Поздравляем его. И мои чистое сердечное поздравление. Я с белой завистью смотрю на такого человека. Потому что я тоже участвовал в этом розыгрыше. Цифра тринадцать. Я удалил и поставил в это место именно я. Я был под цифрой тринадцать. Так что офигеть. Поздравляем все дружно. Всем привет. Иду с почты. Саша, привет. Анатолий Ганенко, привет. Получил твое письмо, не переживай. Выигрыш у меня уже в руках. Сейчас дойду до гаража и сделаю вскрытие посылочки. Посмотрим все вместе. Ребята, всем привет еще разок. Вот добрался до гаража. Сейчас буду делать распечатку. И мы с вами посмотрим на мой призик. Извините, конечно, что в гараже. Но надо машину делать. Так, аккуратненько вскрываем. Анатолик постарался, запечатали. Аккуратненько не получится. Будем делать по-другому. Вот, ребята, вот в таком вот оформлении Анатолий мне прислал мой выигрыш. Спасибо, Анатолий. Открытка с 23 февраля. Очень приятно. Ну, теперь мы посмотрим, что у нас все-таки там. Так. Каждая... На каждую монетку расписано. Па-бам! А вот они, ребята, и сами монитосики. Красотища обалденная. Очень красиво. Я еще ни одной чешуйки не нашел. Очень красиво. Офигеть. Офигенный приз. Ну... Танцевать я, наверное, вам второй раз уже не буду. Так как я уже вам станцевал на прошлом стриме. Что я хочу сказать еще, ребята. Всем большое спасибо. Спасибо, Саша, что у тебя такой приятный канал, который очень приятно смотреть. Всегда держу палец кверху. Продолжай же в том же духе. Во твоих каналах люди многому учатся. Особенно шурфу. Вот. Мне он очень нравится. Ни один блог мне больше не нравится, как твой. Вот. Очень люблю смотреть. Стараюсь не пропускать ни одного выпуска. Вот. Ну, стараюсь не пропускать ни одного стрима. Не знаю, конечно, как сегодня получится. Сами видите, что в гараже тут до посинения. Вот. Ну, надеюсь, увидимся, услышимся. Все, ребята. Всем до встречи на следующих стримах. Все, пока. А это очередной розыгрыш. Устроили мы 8 марта. И решили порадовать наших милых женщин. Лот тот же, что и на 23 февраля. Но, помимо суперлота, был и утешительный приз. Эти призы получили также совершенно бесплатно наши очаровательные девушки. Поехала, да? Всем привет. А в частности, наши дорогие, милые, красавицы и девчонки. Сегодня стрим посвящается именно вам. Нашим любимым, дорогим женщинам. С праздником вас. С этим женским международным днем. Желаю вам всего-всего. И чтобы вам за это ничего не было. Самое главное. Семейного благополучия. И побольше здоровья, терпения. Чтобы вы нас выносили таких, какие мы есть. Ну, сегодня стрим посвящается именно вам. Как вы знаете, сегодня 8 марта. Многие девчонки сегодня отдыхают. А кто-то, наверное, у плиты устал. Моя супруга сегодня отдыхала. У плиты совсем не стояла. Подарками одарил. Серьезными. И она счастлива, довольна. Вот. Так что, надеюсь, и вас тоже сегодня одаряли подарками. Кругом мужчины вас замечали. Сегодня стрим у нас будет посвящен, повторюсь еще раз, вам. И сегодня буду разыгрывать не один лот. Очень интересный лот. Вы уже, наверное, заметили. Справа у вас на экране горит супер приз. Супер приз состоит из четырех монет. Это монеты начала российской, нет, даже не российской, а Киевской Руси. Да-да, ребят, это монеты именно образования Руси. Период 14-15 век. Самая дорогая из этих монет, это Псковская монета, Псковское княжество, стоимостью более 13 тысяч рублей. Следующие монеты не менее интересные. Это монета Новгородская, тоже того же периода. И две московские монеты именно Московского княжества. Они тоже серьезных денег стоят. Если вы заинтересованы в получении бесплатного, ребята, девчонки, сегодня этот лот заберет именно одна из вас девочек, которая сегодня будет на стриме. Конечно, он будет приятный тем девчонкам, которые занимаются раскопками, которые любят именно кладоискательство, поисковое дело, бродят, ходят с металлоискателями. Возможно, кто-то просто поддерживает компанию своему мужу. Вот. И порадуйте новыми монетами в коллекции монеты очень шикарного внешнего вида. Они просто супер. Я сейчас вам, вашему вниманию, их приближу поближе. Вот они, эти монеты. Самая первая, самая верхняя. Это и есть монета Псковская. Так называемая Псковка. Период 14-15 век. 15 век будет точнее. Еще раз повторюсь, стоимостью более 13 тысяч рублей. Это что касается продажи на аукционах самого популярного. Они, конечно же, стоят и более, более сохран, потому что шикарный. Очень шикарно. Следующая монета интересна тем, что это тоже монета того же периода. Новгородка. Очень хорошая. Третья монета. Это Московское княжество. Период Ивана III. Это того Ивана, который у нас является темным. Почему темным? Ну, его просто немножко в свое время лишили зрения. Вот. И последняя монетка. Это последняя монета Московского княжества. Именно период, когда Золотая Орда терроризировала в прямом смысле Русь. Вот. Именно эти монеты до образования Руси все целы. То есть это княжество. Княжество. Киевская Русь когда была еще. Потому что Киевская Русь, как вы знаете, до нашества монгола, они просто-напросто исчезли. И появилось Московское княжество. И потом Московское княжество начало развиваться, развиваться, завоевывать новые земли. И уже появилась Русь. Вот. Так что, надеюсь, монетки вас заинтересовали. Но это получит монетки самая счастливая, самая удачливая обладательница. Правила я пока не знаю. Я надеюсь, что в ближайшее время мужской состав набежит. И мы порешаем, как будем решать вопрос с этими монетами. Конкурс? Нет, это не конкурс, ребята. Девочки. Это просто... Я даже не знаю. Выберем одну из лучших девочек. Возможно, самую активную девочку. Возможно, самую... Там, я не знаю... Которую у нас самое долгое время. Я еще не знаю. Давайте, когда мужской состав у нас подойдет. В частности, еще должен подойти Анатолий Ганенко, который предоставил этот приз. Я просил его, чтобы он у нас появился и огласил правила именно этого розыгрыша. Вот. А также будет утешительный приз. Кому более-менее так повезет. Это пять монеток. Одна копеечная. Одна копейка. Конец Российской империи. Монеты супер приз. Это начало Российской империи. И утешительный приз. Это монеты... Конец империи. Вот так вот я именно подобрал монетки. Так, ну что, ребята. Давайте посмотрим список. И посмотрим. Открываем список. Так, вот он список, ребята. Так, Юлия Харитонова. Номер один. Инна Коробова. Номер два. Юлия Дудник. Три. Оксана Шмырина. Четыре. Элина. Номер пять. Дарья Шикова. Шестой. Вера Гуряева. Седьмой. Ирина Шуклейко. Восьмой. Мадина Куниш. Девять. Вероника Предко. Десять. Анна Колотий. Одиннадцатый. Марина Тарасина. Двенадцатый. Дата. Тринадцатый. Елена Апарина. Четырнадцатый. Ронка Волф. Шестнадцатый. Лиса. Шестнадцатый. Нюска. Семнадцатый. Милая Милая. Восемнадцатый. Ирина Ширинкина. Девятнадцатый. Татьяна Вилд. Двадцать. И Вика Суркова. Двадцать один. Дим. Огромное спасибо. Следующее, что я, ребята, делаю, это открываю рандом случайных чисел. Вот самый первый генератор открываю. Дима. 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 Как вы видите, число участников у нас двадцать один человек. Это значит, я проставляю цифру от одного до двадцати одного. Сейчас я разогревочное сделаю. Разогревочное, ребята, делаю. Разогревочное. Ну что, ребята, девчонки, перекрестили пальчики. Сейчас я разыгрываю дорогой лот стоимостью более двадцати пяти тысяч рублей. Это монеты начала образования Руси. Первая цифра. Раз, два, три. Цифра пять. Я записываю. Цифра пять. Некоторые девчонки уже, наверное, расстроились. А одна, наверное, ходит счастливая. Танец победителя. Именно девочка под цифрой пять. Это у нас Элина. 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 Мои поздравления. Сейчас она вряд ли нас смотрит, потому что у нее глубокая ночь, даже уже утро. Разница у нас восемь часов. Да-да, ребята. Она заходила к нам на стрим, оставила заявочку. Я ей в личной беседе написал и сказал, Элина, поучаствуй в розыгрыше. Она говорит, я не буду, потому что, ну, смысл участвовать, если нахожусь далеко. На стриме не буду. Но она присутствовала в начале стрима. И мои поздравления. Элина. Забирает супер приз. Супер приз стоимостью более 25 тысяч рублей. Мои поздравления. Элина. Приз твой. Супер приз. Да. Я надеюсь, как я с вами успел пересвать, representation. » Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok